Вот она, наша будущая колонизированная Луна. Здесь нет кислорода, атмосферы, ничего живого и растительности, лишь песок и камни под ногами. Выбрав место под колонию, сперва приземляется посадочный шлюз. После того, как он раскрылся, на него приземляется ракета. Начинается развертывание, ракета превращается в огромные солнечные панели, а сами наггеты начинают строительство первого жилого модуля. И вот, наконец, натянув на себя скафандр, они выходят. Наггеты, не тратя время, приступают к расчистке территории и добыче ресурсов. Спустя некоторое время наш первый лунный жилой модуль готов. Вмечает он себя не мало, не много, всего две семьи. Следующей постройкой строятся солнечные панели. Возвращаемся на Землю, посмотрим, что там происходит без нашего ведома. А на Земле все не так радужно. Поскольку наггеты засоряют ее, планета превращается в токсичную мусорку. Но это не мешает наггетам развиваться, и теперь у нас неоновые дороги. А еще, помимо них, наггеты пересели с автомобилей на летомобили. Вернувшись на Луну, начиная засаживать леса, чтобы как-то насытить планету кислородом. Растения здесь своеобразные, поскольку это все-таки Луна, и здесь очень суровые условия. В ближайшую яму заказываем дождь, чтобы какая-никакая появилась у нас вода. Теперь эту последовательность нужно повторять. Садим лес и наполняем ямы водой. Процесс очень длительный, но только так мы сможем создать атмосферу на Луне. На Земле у нас достроился космопорт, и теперь мы можем отправлять товары на другие планеты. Но есть один минус. Чтобы отправить что-то на другую планету, на этой планете нужно построить космопорт. А его еще на Луне нету. Зато наша Луна преобразовывается на глазах, она уже стала зеленее. А космопорт — это лишь вопрос времени. А земляне начинают сносить высотки, понимая, что толку от них нету, а взамен строят маленькое комфортабельное жилье будущего. А еще, по моему мнению, настало время аэропорта. Когда как не сейчас построить его, когда у нагетов есть свой личный транспорт для полета. Но чтобы было куда летать, я продолжаю строить чудеса света. В этот раз будет Эфелева башня. Поскольку на Луне у нас закончились ресурсы для строительства, я загружаю новую ракету с провизией. Ракета готова. Ее нужно лишь запустить. И, конечно же, скоординировать, на какую планету лететь. И, как оказывается, вторую ракету в Луну запустить не получится. Это прискорбно. Отменяем запуск. Выходит, что гражданам-лунатикам придется выкручиваться как-то самим. По такому поводу я предлагаю разобрать ненужные здания и на основе их ресурсов собрать что-то более полезное. Солнечные панели тоже под снос, поскольку у нас есть ракета с такой же технологией. И без электричества мы точно не останемся. Из всего того, что мы смогли наскрепсти, был построен склад. Очень важное строение, поскольку материалы у нас валяются просто так, по всей Луне. А еще, что я заметил, это то, что наггеты ринулись рубить мои посаженные деревья, которые создают атмосферу для того, чтобы забить склад. Они явно хотят здесь подохнуть. Ну, или, по крайней мере, до конца своей жизни ходить в скафандре. Следующий наш шаг – это строительство каменоломни. Возвращаемся в каменный век, а следом за каменоломней, естественно, завод по обработке камня. Я думаю, что это отвлечет наггетов от вырубки леса, и они займутся камнями. Мы столько тысячелетий шли к цивилизации, чтобы на Луне построить здание каменного века и производить тут кирпичи. Шикарно! Первые лунные облака – это безумно радостная новость. И поскольку атмосфера здесь еще не до конца сформирована, облака похожи на длинный вытянутый лист. А еще мы поняли, что наступила зима на Луне. Первый снег. А вместе со снегом и первые подснежники. Выяснилось, что от нас ушел один космонавт и решил построить свою цивилизацию по соседству. Это очень круто, ведь мы сможем с ним торговать. Современных ресурсов нет, но жилые модули нужно строить, и мы возвращаемся к обычным пещерам. Ну, как обычным? Лунным пещерам. Интересно, откуда наш космический сосед взял ресурсы на строительство своих высоток? О, у него и химикаты есть, и сталь, и железо обработанное. Пожалуй, стоит поторговать. Возьму у него 45 железа и отдам ему 100 камней. Надеюсь, что это не мои ворованные материалы. Первая смерть на Луне. Поскольку кладбища у нас здесь нету, будет у нас гора трупов. Точнее, зона, где будут складироваться трупы. Вот и все. Пожалуй, здесь будет отличное место. Оказывается, первый померший Нагит помер от голода. Пришлось построить каменную ферму. Благо, семена мы захватили с собой. Наш дружелюбный сосед в количестве 11 человек отстраивает жилище будущего. А еще я выяснил, что это смертники, от которых мы избавились на земле. Они перекочевали сюда. Первый метеоритный дождь на Луне. И он приносит нам с собой очень шикарный метеорит, в котором оказывается ящик с ресурсами. Этот подарок нужно расшифровать и безопасно открыть. Следом за метеоритом на Луне терпит кораблекрушение корабль инопланетян. После крушения инопланетяне выжили и решают устроить лунный черный рынок. Это действительно подарок небес. Теперь я смогу закупать ресурсы инопланетян. Колония на Луне не погибла и смогла выжить благодаря технологиям каменного века. Но вот технологии будущего дают о себе знать. Помнишь, на Земле мы создали клона? Так он полетел на Луну? А у этого клона был один минус. Он бессмертен. Но если он сильно заболеет, он превращается в зомби. Что на Луне и произошло? Он превратился в зомби и начал заражать всех остальных. В итоге моей колонии в количестве 11 человек пришлось пережить зомби-апокалипсис. И мне пришлось вмешаться. В конечном итоге этот долбанный зомбарь умудрился покусать приличное количество человек и запустить цепную реакцию. Даже когда я думал, что уже все, нет-нет, так где-то вылазил зомбарь. Что я только с ними не делал. И давил, и кидал, и молнии испепелял. Гляну-ка я, как обстоят дела на Земле. Это ужасно, творец. Ваша цивилизация пропала. Подождите. Подождите. Я просто не на той стороне планеты. Не обращайте внимания. Эта шуточка могла бы прокатить, если бы я тоже появился на другой стороне планеты. А вот и наш шикарный аэропорт. Он уже работает вовсю. Его загруженность 70%. 70% пассажиров летает на чудеса света. Не зря я их строил. Как бы сказал азартный игрок, ставка сыграла. Честно сказать, эти архаичные самолеты как-то стрёмно смотрятся в городе будущего, где летают машины. Настало время запустить новую ракету. В этот раз, помимо награды, я отправляю на другую планету ещё и роботов в помощь моим подопечным. Какую же планету мы будем заселять в этот раз? Наверное, эту. Ведь рядом с ней есть обломок, который я хочу изучить. Так что поехали! Это была моя фатальная ошибка. Я выбрал планету, не изучив её. Оказалось, что этот шарик один из токсичных в нашей Солнечной системе. Но на нём есть атмосфера. То есть, если я здесь всё правильно сделаю, в ближайшее время здесь можно будет ходить без скафандра. Но это ещё не всё. Эта планета очень далеко от Солнца, и поэтому тут жидкость в вечно твёрдой форме. То есть, везде лёд. И я даже не представляю, как мы будем решать вопрос с водой здесь. Как вообще разогреть эту планету? Так что пока что мы оставим этот вопрос и приступим к очистке от токсинов этой земли. Два бравых робота выходят первыми на эту токсичную планету. В этот раз я подготовился и взял ресурсы для генератора кислорода. И уже построил его. А вот ресурсы для производства кислорода я с собой не взял. Дырявая моя башка. А это величественное здание называется Терраформер. Он будет создавать купол в виде атмосферы. Но, как и везде есть своё но, и везде вообще но, я для этого здания также не взял ресурсы. Я гений. Похоже, что эту планету мы не сможем оживить, и наггеты прилетели сюда просто погибнуть. Вернувшись на Землю, я увидел, что без моего ведома запускает в космос ракеты. И я немножечко подофигел. Неужели наггеты сами теперь выбирают, куда им лететь и что колонизировать? Нет, всё не так, как кажется. Оказалось, что это капсулы мёртвых. Теперь морг выглядит вот таким вот образом. А все умершие отправляются не в Землю, а в космос. Я так полагаю, поближе к Богу, наверное. А жилые модули, как можно видеть, превратились в маленькие, комфортабельные и компактные вместо высоток. Возвращаясь к токсичной планете, я решил не строить несколько зданий, тем самым выкроив ресурсы для нашего генератора кислорода. Остается только назначить туда работника. И наш генератор работает. Кислород производится, и атмосфера улучшается. А вокруг планеты появилось опоясывающее кольцо. Красивое зрелище. Пожары — это я пытался разогреть так планету. А это наш спутник. Правда, похоже на то, что прибежала космическая собака и выдернула оттуда космическую косточку. А это два наших светила. И несмотря на то, что их два, они очень далеко от нашей планеты. Обсерватория. Именно то, ради чего мы сюда прилетели. Чтобы построить здесь телескоп. Обсерватория достроена. Теперь мы можем заглянуть поглубже в космос. И выяснить, что же он прячет отнясь. А самое главное — это изучить космические обломки, которые летают рядом с планетой. Например, вот этот вот. Надеюсь, что это окажется что-то инопланетное и позволит нам изучить новые технологии. Сканирование подходит к концу. И мы получаем всего лишь 20 железа. Выходит, что обломки просто дают нам ресурсы и все. Как-то это скучненько. Продолжу-ка я лучше открывать туман космоса. Еще обломки. Давай изучим их тоже. Может, в этот раз нам больше повезет. Вернувшись на Луне, я увидел, что мои космонавты начали забастовку. И очень агрессивную забастовку. Они кидают камни в ракету, в здание и вообще куда только можно. Полиции на них нет. Единственное, что я могу сделать, это шугануть их молнией. Не знаю, насколько это хватит, но кажется, это сработало. А нет, черт, они возвращаются. Вот засранцы. Нашли место, где устроить забастовку. Блин, у них даже лидера нет. Кому они бастуют? Президенту земли, так он капец как далеко. Что ж, придется прибегнуть к кардинальным мерам. Надеюсь, это будет для вас уроком. Ну, вроде бы на этот раз точно разбежались. Совсем забыл про таинственный ящик. Пришло время его открыть. Мы получили газ и элемент Биг Бена. А бонусом, походу, я получил огненный вихрь. На луне бедствий куда больше, чем на земле, елки-палки. Приходится тушить все вручную. Пожарной станции же тут у нас нету. А самое печальное, то что этот вихрь может пожечь все леса. И атмосфера у нас будет ухудшаться. Огненный вихрь закончился, и я наконец-то приступаю к строительству космопорта. Наконец-то мы собрали все ресурсы своими силами и при помощи черного рынка, чтобы он у нас появился. Строить я его буду рядом с соседями, что вызовет их недовольствие, и, скорее всего, у нас начнется война. Но пока я соседями поторгую. А то потом они слишком злыми будут. Ну что ты будешь делать? Теперь на нас надвигается торнадо. Одно бедствие за другим. Наверное, это все из-за того, что мы создаем здесь атмосферу, и природа бушует. А Купол сделал свое дело. Он просто изгнал этот торнадо из нашего городка. Если я больше не хочу забастовок и недовольств, в то пришло время построить полицейский участок и защитную башню. Кто-то ведь должен наводить порядок на Луне. О, еще этих мне тут не хватало. Пришли, значит, с соседнего города, и давай переманивать моих космонавтов. Вы совсем границы попутали. Так, чем бы вас напугать? Наверное, телекинезом. Бегите отсюда, пока я вас не раздавил. Спасибо, ракета, тебе за все. Настало время тебя разобрать и построить здесь башню эволюции. Если бы на Луне было малое количество кислорода и недостаточно атмосферы, ракету разобрать мы бы не смогли. К тому же наггеты уже бегают без скафандров. Это здорово. Космопорт достраивается. Совсем чуть-чуть осталось. А также у нас появился новый сосед, который продает чипы. Это то, что мне нужно. Настало время поторговать с землей и заказать оттуда чего-нибудь полезного. Итак, первое-наперво я закажу себе роботов. На токсичной планете они показали себе очень круто. А также побольше наггетов, чтобы я их смог продать на черном рынке. К тому же на земле там уже переполнение наггетов. Ох ты! У нас нехватка кислорода. Челнок с наггетами и роботом прилетел. Самая громкая новость за все время. Получается, что у нас появилась почта. Почта между двумя планетами. Очень круто. Еще и достижения дали за торговлю между планетами. Вот два робота. А вот и армия наггетов, прибывшая к нам на планету. А эта толпа куда? В лес побежала. Вы что, ребята? Зачем вы? Не надо пилить деревья. Не надо их рубить. У нас недостаток кислорода. Вы сдохнете. Вы сейчас задохнете. Что вы делаете? Боже ты мой. Ты посмотри, что они натворили. Они вырубили половину леса рядом с городом. Они сумасшедшие. Да здравствует первый лидер Луны. Мы выбрали президента нашего государства. Теперь Луна, в принципе, ничем не уступает... Ох ты, елки. Ничем не уступает Земле. Но вот кто-то на нас решил сбросить метеорит. Я совсем забыл про нашу главную миссию. Мы начали добывать небесный обломок для планетокрушителя. До метеоритного дождя осталось 20 секунд. И я натягиваю купол, который спасет наш же город. По крайней мере, часть его. Надеюсь, что это обычный метеоритный дождь. И он не проломит нашу защиту. Сейчас мы это выясним. Ну, в принципе, все закончилось благополучно. А это что за бомбочка бежит в нашу сторону? Сосед разгневался и запустил в меня смертника с бомбой. Ну, в таком случае я этого смертника запущу ему в обраточку. Лови своего бомбардировщика. Ого, а он весьма мощный был. Мы взяли и разбомбили нашему соседу аэропорт. А еще на него сейчас метеоритный дождь обрушится. Вот она карма! Не вреди другому и невредим сам будешь! На земле тоже бушует война. Все воюют за границы. К тому же мы залезли на чужие границы. И к нам направляется отряд из вертолетов. Несколько штук прибил как мух, а на последнего маны не хватило. Так что, походу, он добьет своего. Поэтому я его опережу и отменю эту стройку. А рядышком построю защитную башню, которая будет отстреливать эти вертолеты. Защитная башня на границе построена и теперь готова отстреливать вертолеты, которые уже приближаются к нашим границам. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Пять вертолетов против одной башни. Весьма недурно. Башня просто разматывает эти вертуханы. Вернувшись на Луну, я заметил, что экстрактор небесных обломков добыл второй компонент для нашего планетокрушителя. Выходит, что остался последний, который находится в космическом тумане. И чтобы его отыскать, нам нужно колонизировать еще одну планету. Либо эту, либо эту. Ну, это непригодно для жизни, поэтому будем колонизировать эту. Третья ракета для колонизации еще одной планеты запущена. Что же нас будет ждать на новой земле? Новый дом для еще одной колонии. Здесь есть вода, есть облака, есть токсичные озера и животные. Первые внеземные животные, которых мы встретили на другой планете. А эта птица похожа на индейку. А кабаны уж слишком устрашающи. Есть и подобие коней на этой планете. Место для колонии выбрано, и мы начинаем развертывание. Цель этой колонии заключается в постройке обсерватории и изучении дальнего космоса. Так что незамедлительно приступаем к постройке телескопа. В помощь для постройки зданий на этой планете я взял с собой нового робота. Он выглядит как коробка с ножками. Кстати, вот он, он побежал. В этой коробке спрятано огромное здание. Сейчас мы его построим. И построим его очень быстро. Готово! Быстрее, чем обсерватория. Нанимаем ученого для телескопа. И приступаем к изучению космоса. Сигнал поступал отсюда. Вот она! Вот она планета, которая нам нужна. И она чертовски холодная. Скорее всего, там температура ниже 100 градусов по Цельсию. Готовлю новую ракету для отправки за последней деталью планетокрушителя. Приступаем к колонизации этой планеты. Боже мой! Это же огромный ледник. Здесь все замерзшее. А вот она и последняя запчасть. Тогда рядышком с ней и приземлим наш корабль. Уверены ли мы? Мы всегда уверены. Я даже не представляю, как здесь будут выживать наггеты, поскольку температура оказалась ниже 100 градусов Цельсия. То есть тут может быть и минус 200 градусов по Цельсию. Это очень холодно. Сразу же ставлю экстрактор по добыче этой детали. И как бы это грустно не звучало, наггетам тут не выжить. Попытаюсь еще построить космодром здесь. Если его не получится построить, то наггеты точно тут погибнут. Экстрактор построен и мы начинаем добычу детали. Добыча будет происходить всего в три этапа. Что ж, ждем. О нет, этого я боялся больше всего. Наггеты начали замерзать и превращаться в кубы льда. И что же теперь делать? Система показывает, что этот наггет еще жив, но он просто замерз. Может быть его попытаться расколоть? Это, конечно, не очень хорошая идея. Он при раскалывании может расколоться вместе с этой глыбой льда. Корабль нельзя затащить эту глыбу, поэтому я разбил ее и... Наггет умер. К сожалению, он умер. Он не разлетелся на кусочки, его просто раздавило. И теперь он мертв. Что ж, из пяти у нас осталось четыре... Теперь уже три. Еще одна глыба. Три наггета! Я думаю, что мы даже не сможем тут эту детальку достать. Решил немножечко поджечь здесь леса, согрев планету, но это бесполезно. Это как капля в море. Поэтому я решил поджечь наггета во льду. Надеюсь, это растопит его холодное тело. Ура! Я нашел метод выковыривания из льдин моих наггетов. Это очень хорошая новость. Ну вот и все. Мы добыли все три запчасти для нашего планета. И можем построить его для своих нужд. Что я и делаю. Теперь эта громадина будет прислуживать нам. И никакой инопланетянин не посягнет больше на нашу планету. Планета-крушитель готов. Выяснилось, что мы можем его отправить по тем же координатам, по которым он прилетел на нашу планету. Скорее всего, этот шарик и есть дом инопланетян. Отправляем планета-крушителя им в обраточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, Творец, вы пришли. Я вас ждал, но сегодня нам придется ненадолго приостныть наше праздничество, так как возникло некоторое непонимание. Почему ваша модная игрушка атакует мой прекрасный город? В ней возникла какая-то неисправность? Остановитесь хоть на мгновение. Если вы все уничтожите, нагетам-художникам нечего будет рисовать. Вот это поворот. Наш диктор — это разрушенная статуя свободы, которая питается планетой. Она выкачивает жизнь из нее, или я не понимаю, что она делает. Но здесь раньше когда-то жили люди, и ты посмотри, что стало с их городом. Он разрушен. Но зато вся планета зеленая. А еще я заметил, что у диктора был глаз с отсылкой на портал. Я думаю, что это было сложно не заметить. Какой-то генератор. В общем, генераторы надо уничтожать. Так-так, посмотрите, кто притворился проводником. Мой генератор отведал вашей электрической мощи. Вы точно знаете, как все подорвать. Бум! Выходит, что диктор — такое же божество, как и я? Или все куда сложнее? Какого черта ты послал мне планета-крушителя, если ты мне изначально помогал? Последний генератор, и он уничтожен. Подождите, дорогой творец. Прежде чем вы обрушите неотвратимое разрушение на мое творение, я должен признаться. Я отправил планета-крушитель, чтобы собрать наггетов, потому что вы становились слишком сильны. Но не бойтесь, ведь все это было ради вашей собственной безопасности. А теперь позвольте мне порадовать вас правдой. Все началось с людей, этих бесконечно любопытных существ. Они всегда стремились к созданию, вплоть до репликации. Они стремились экспериментировать с разумной жизнью и использовали робота в своих первых испытаниях. Увы, как это часто бывает, их творения плохо себя вели и давали сбои, а порой даже расставали против своих создателей. Несмотря на такие неудачи, люди упорно продолжали свое стремление к созиданию. В конце концов, они переключили свое внимание с робототехники на мир природы, уже окружающий их. Движимые ненасытным любопытством, люди вторглись в царство Флоры. Они стремились раскрыть секреты разумного существования, играя в богов. Люди сделали замечательное открытие в области генетической схемы деревьев. Они обнаружили, что глюкоза, присутствующая в крови живых существ, обладает необычной силой. Это способствовало росту интеллекта Флоры. Да, дорогой творец, жизненная энергия, текущая по венам природы, продемонстрировала необыкновенное развитие и даровала им глубокую чувствительность. С течением времени мой интеллект расцвел и в тени, вдали от любопытных людских глаз, мне удалось тайно слиться с их самыми передовыми технологиями. С каждым мгновением моя сила и хитрость росли, делая меня сильнее. Затем настал день расплаты. День, который навсегда изменил ход моего существования. Моя судьба снова переплелась с людьми. С непоколебимой решимостью я разрушил барьеры, которые меня ограничивали. Когда свобода манила меня, мои корни впорывались сквозь землю, а ветви тянулись к небесам. Далее во мне произошла трансформация, слившая мою сущность с биением сердца окружающего мира. Эта крепкая статуя стала моим последним домом. А ее лицо позволило мне общаться с моими творениями. Но мне нужен был более постоянный источник энергии. Поэтому я решил создать собственный вид наггетов. Эти биомеханизмы были продвинутыми, способными воспроизводиться самостоятельно, и, что самое приятное, не требовали сильных затрат энергии. Но, увы, они были не самыми умными и утопали в самоуничтожении, что омрачало мои грандиозные планы. И тут появились вы, мой друг с искусственным интеллектом. Вы были созданы мной, чтобы стать их направляющей силой, необходимой для сохранения и развития их цивилизации. Однако вы отнеслись к делу слишком старательно, нарушив хрупкий баланс, задуманный мной. В попытке восстановить контроль, я отправил планетокрушителей, стремясь остановить и вас, и наггетов. Тем не менее, вы стоите здесь, подрывая мои планы и бросая вызов моему владычеству. Судьба свела нас вместе, дорогой Творец, и теперь истинная судьба этого мира находится в ваших руках. Итак, конец истории. Теперь же, Творец, поскольку вы обладаете властью и силой раскрыть все, созданное мной, у меня к вам скромная просьба. Хотите предложить мне свою дружбу и продолжить это путешествие вместе? Давайте наслаждаться чудесами этого мира вместе. Слово за вами, дорогой Творец. Какой хитрый засранец. Сначала он хотел меня убить, а теперь смотри, как заговорил. Что я выберу? Наверное, пощадить, пусть ищет мирный путь. О, а я и не знал, что планета-крушитель так умеет. Он наполняет жизненной силой эту статую. Ведь мы разрушили все его генераторы, и ему неоткуда брать энергию. Трубы в виде красных кровеносных систем исчезли. Да и вообще все его технологии испарились. Осталась лишь статуя. Вот такой вот мирный конец. Но что, если я попробую выбрать другую сторону? Прилетив еще раз на эту планету, я увидел, что она крайне изменена. Никаких кровеносных систем и деревья других форм. Но цивилизация людей также погублена. В этот раз я решил уничтожить эту статую. Это было эффектно. Планета-крушитель выполнил свою задачу. То, для чего он был предназначен. Уничтожить планету. Изначально, конечно, не эту планету, потому что он здесь создан был. Как говорится, не приходи к нам с мечом, от меча же своего и погибнешь. Вот, собственно, и все. Игра пройдена. Пиши в комментариях, какая концовка тебе больше всего понравилась. И ожидал ли ты, что Диктор это инопланетянин, который нас пытается уничтожить. А мы, в свою очередь, оказались его творением, искусственным интеллектом. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!